Лев, все сраные пионеры! Лучший способ оценить Dragon Age Vale Guard ничего не знать о Dragon Age как таковой. Все три части до оказались настолько разными, что каждая новая вызывала гнев фанатов предыдущей. Вот сейчас и вовсе похоже на полный перезапуск. То, что начиналось как темная героическая фэнтези с кровищей и мерзотными поступками, закончилось диснеевской RPG. Сладенькой такой, пушистенькой, ути-пути-беззубой игрой для самых маленьких принцесс. И уже совсем не RPG на самом деле. Они ее на секундочку мурыжили 10 лет. Что даже сказалось положительно. В некоторых областях. Это одна из самых технически качественных игр за последние годы. Боевую систему тоже, видимо, по этой причине успели продумать. Она прям неплохая. Нехорошая, но неплохая. Мне кажется, что просто игра получилась сильно для каких-то совершенно других людей, не тех, которых раньше делали. Предыдущие серии, сколько там прошло лет? 10 лет, да. То есть можно было перезапустить. Но почему назвали Dragon Age? Такие вопросы всегда возникают, когда корпораты берутся за игры, в принципе. Ну да, кстати говоря, да. Вот вопрос. Ты делаешь, там, продолжай какую-то старую серию. Ты должен что-то от нее оставить. Ты берешь ее имя и пытаешься каких-то предыдущих, получается, этих фанатов найти, да, продать. У тебя совершенно другая игра, да? Вместо кровища и насилия и мракоты у тебя фиолетовое нечто и отсутствие, в принципе, ну, много чего отсутствия, я расскажу. Рано еще, нет? Верек, Солас не будет остановиться, просто потому что один старый друг спросит хорошо. Солас требует кого-то, чтобы продать ему другую опцию, чтобы помогать ему править, изменяя его сознание. Вероятно, в качестве преемственности новое начало имеет корни в прошлой концовке. Солас, наш бывший сопартиец, оказался древнючим эльфом, который положил на лопатки богов, чтобы освободить свой народ от оков их тирании. Ему удалось запереть их в тени, в потустороннем мире, где мрачный и постоянно играет русский рэп. Неприятно там жить. В качестве заграждения между ней и физическим миром он создал завесу, барьер, который не позволяет ничему ни туда, ни сюда. Ну и большая часть магии оказалась заперта где-то там. В настоящем мире она практически улетучилась. Особенно эльфам не повезло, потому что они раньше были бессмертны, и вообще классны, а теперь уныло их все пинают. Так что спустя дофигелион лет он решил порвать ее, как Тузик грел какую-то завесу, чтобы вернуть былое величие остроухи. Небольшая загвоздка в том, что если завесу убрать, то вся срань нечистая полезет в наш красивый мир живых. Порождение тьмы, которых мы гасили на протяжении как минимум двух-трех, ну, понемножечку всегда погасили. Убедить хаос. Нужно победу. Порождение тьмы — это как бы олицетворение хаоса было. И, понимаешь, порвал границу между одним и другим, а они такие полезли устраивать вечеринки с русским рэпом. Да. В общем, будет неприятно. Болтливый гном Варик и его новая команда с протагонистом вместе много лет искали лысика этого, чтобы ему уж-то пообломать, а заодно и ручонки. Нашли. Ситуация пошла по Electronic Arts. По звезде, что ли? Я хотел добавить, надеюсь, вы понимаете, что это значит. Моя такая сложная образность, но я думаю, все сразу догадались. Парочка древних богов вырвалась наружу, а Солос сам застрял там, где солнце не светит. Кому разгребать эльфийское говнище? У него два больших пальца и 191 тысяча подписчиков. Вот этому парню. Надо собрать команду умельцев, помогать фракциям, чтобы накопить сил и вжарить христианского рока про добро и взаимопомощь в этой фиолетовой дыре. В дремучем фэнтези по типу Dragon Age герои наверняка бы быстрее победили всех врагов, если бы у них были наши современные сервисы, такие как напичканные технологиями по самые уши Яндекс.Браузер, который теперь не только быстро находит нужную информацию, но и делает покупки реально выгодней. Ведь он и кэшбэк поможет получить, и актуальные промокоды покажет. Как это работает? Да все очень просто. Мне тут понадобились новые беговые кроссы. Вот вроде приличные. Но за такую цену я что-то, если честно говоря, не готов. А если жмякнуть на кнопочку кэшбэка промокоды, то в списке есть промокод, который скидывает аж 27%. Ну и с этим можно уже жить. А еще в том же разделе можно посмотреть, на какой кэшбэк я могу рассчитывать. Здесь до 1,9%, например, и его размер может суммироваться с кэшбэком вашего банка. Выходит, выгоднее выгодного. Кто бы мог подумать. Меньше заморочек и больше радости от покупок. А по ссылке в описании можно оценить все преимущества Яндекс.Браузера. Фирменное древнее зло от Байвер не должно кого-то удивить. Ориджинс была практически такой же. Угроза есть, мы пошли валять. Но там был Логейн, который палки в колеса вставлял. То есть мужик, человек, непонятно, хороший он или плохой. Гадости нам делать, но так или иначе его можно было переубедить. Ну, в общем, такая вот противоречивость была некоторая. Это правильное фэнтези. Конечно. Когда у тебя злодей, короче говоря, имеет все основания на то, чтобы как двигаться в свою злодейскую руку. Просто он делает неправильные поступки. Здесь его аналога нет. Только очевидные угрозы в виде культа Винатория, очередных злых кунари, которые всех хотят забодать и порождение тьмы, естественно. Буднично разборки идут своим чередом к эпичному финалу. Ну, там немножко сюрпризов все же навалили, но не будем об этом. То есть мотивация злодеев захватить мир. Так что ни о каких сложных переговорах с совестью и моральных дилемм не будет. Кто-то захотел сделать героический эпос. Ну, с другой стороны, вполне понятное желание. У нас популярны героические эпосы. Это хорошо, в общем-то. Можно сделать хорошо. Это всегда основа для РПГ. Она может быть такой бесхитростой. Зато путь к цели куда важнее. На нем нас ждет шесть фракций со своими проблемами и семь напарников с ними связанными. Проблем с черепушкой у них тоже навалом у этих ребят. Большая часть игры связана с ними как раз. Они непосредственно с богами. По задумке авторов, сопартийцы вместе с фракциями, к любой из которых можно привязать своего героя, когда его создаешь, должны раскрыть происходящие катаклизмические события. Вороны вот противостоят кунаре. Их город осаждают. В другом городе ошивается культ Винатори. Злые такие твари, балахонов, ужасные люди. Их тоже никто не любит. Ну и порождение тьмы, как всегда, повсюду, потому что это главная фишка серии, в принципе, одна из главных. И задумка не сработала, я считаю. По одной простой причине. Никудышные сценаристы. То, что должно составлять от 50 до 80% ролевой игры, ну, на мой взгляд, это низкопробный хлам уровня подросткового Литрес-РПГ. Что, никто не может, да, так классно противопоставить друг другу расы, как в Масс Эффекте это было, да? Не могут повторить своих основ! Понимаешь, раньше там работали лучшие люди. Дрю Карпишин, один сценарист другой, Кейси Хадсон. Много классных людей, и их в Байвер больше нету. Кто-то должен был их заменить, и вот заменили какие-то бездари. И результатом работы этих бездарей стали частности в виде слабых драматических ситуаций, тягомотных диалогов, малозначащий выбор, бесхарактерные компаньоны и невнятный отыгрыш при общей пресности. На самом деле, на мой взгляд, когда это все слышишь, крест ставить можно сразу. 90% впечатления от РПГ. Как можно сделать таких персонажей, которых слушать не хочется? Очень просто, я вам расскажу рецепт. Не разрешите им проявлять негативные эмоции. Они все положительные, аж усраться можно. Против всего плохого за все хорошее. Даже злиться друг на друга толком не могут. Нет конфликтов, а значит, и неинтересно. Ну, у нас, например, есть Магесса Нев. Флегматичный детектив. Защищает свой убогий райончик и город в целом. Дружелюбный сосед в юбке. Актриса, ее озвучивавшая, подает все фразы со страстью налогового инспектора. Ты когда-нибудь был у налоговых инспекторов? У них эмоций нет, в принципе. Они монотонно все зачитывают. Одна из худших актерских игр, что я слышал. Недалеко до позора Маган Фокса из Mortal Kombat 1. Где она как будто по бумажке зачитывала все, что там было написано. Иногда вспоминала, что оказывается она актриса, и ей надо какие-то эмоции выдавать. Но она этого не умеет, поэтому даже когда она признается в любви, ты такой слушаешь, что она делает. Под ногти иголки загоняли. Какую-то такую пытались повторить тему, помнишь, как-то? Рыжая барабанщица из Скотт Пилигрима. Понимаешь, если эмоции появляются, то она хоть как-то их отыгрывает, актер, понимаешь? А тут она, когда появляется эмоция, ты понимаешь, что в тексте заложено, в сценарии заложено, у них там любовь-морковь с персонажем главным, но... И как будто в детстве по башке дали, и она с тех пор такая. В чем ее драма, я вообще не понимаю. Даже из романсов не понял, чего. Белара, эльфийка, балаболка, пустышка. Нече сказать. Даврина больше характеризует его питомец Грифон, чем все остальное. Насколько хреново персонаж, да, когда Грифон важнее и интереснее, который не разговаривает, естественно, а чирикает просто интереснее, чем сам персонаж. Таш, это кунари, это такие рогатые чмури, страшные должны быть, но она скорее просто большая. Выглядит большой и грозный, а по факту ребенок в переходный период, который страдает от отсутствия самоидентичности. А тут еще и мамка подливает масло в огонь. Ну, дит, возьмись, говорит, за ум, че, лохматая ходишь, ну и все такое. От родителей все такое, слышали? Отчего дитятка бунтует и говорит, что она не женщина и не мужчина. Не следует ни правилам жизни кун, ни к местным она как-то не прикипела. Тема понятна. Ну, то есть это современно модно для Запада. Ну и даже по-своему любопытно. Она мечется. То есть у нее хоть какие-то мыслишки в голове гоняются и какая-то драма происходит. Понимаешь? Уже лучше. Некромант Эмерик интересен только своей работой. Он добрый некромант. То есть они как бы все то же самое делают. Поднимают трупы, костяшки за ними ходят. Но они как-то в положительном ключе это используют все. И у него классный прислужник, Манфред. Это скелет с такими двумя алмазами в глазах. С ним связана вся сюжетная линия персональная. Добрый некромант, кстати говоря, прикольно звучит. Неожиданно. Это неожиданно. Это реально классно. Я сначала думал, ну блин, они все добрые, да задолбали. А вот добрый некромант в это как-то вписывается. Представляешь, какие конфликты классные могли случиться, если был бы злой некромант и добрый некромант. Или что-то такое внутри команды. Нету. И вместе, в общем, они очень хорошо раскрываются. Наверное, лучшие персонажи, в принципе, и лучшая сюжетная ветка напарника. Эмрик, как ты мог бы остаться в этом линии, скол? О, Манфред, что-то случится с тобой, если я перейду. Этого не скажешь про Луканиса. Антивский ворон-киллер, в которого вселился демон. Его назвали злость. Что ты себе представляешь, когда называют демона, который в тебя селился, злость. Просто хаос. Ага, можно вывернуть такую драму, где вторая сущность будет мешать первой принимать решения. Все такое. А я назвал этого демона пушистик. Убей, но не сейчас. У него не получается даже быть злым, он никого не убивает. Персонаж сдувается из-за этого. То есть он вроде как может управлять телом героя, но не делает этого. Всю игру не делает этого. Ну, там есть такая острая ситуация. Но нет, это должно нарастать туда-сюда, но это не работает. Видит персонажа, что управляет телом не человек, а демон. Приходят такие, ух, что ты злишься тут? А ну-ка, выходи из друга. Ну и он вышел. Даже крест святой не понадобился. Что он-то и делал? Не ритуалы, ни хрена. Просто пришли. А ну он! Топнул ножкой и все. Сила слова. В современном мире сила слова так вот выражается. Ну что ты? Все, все по порядку. Лев, все сраные пионеры, которым не сопереживаешь, потому что их личности хилый конструкт без всего, что делает людей интересными. Без конфликтов. Помните Морриган? Стерва, которой все было не так. Чего не скажи. Таких здесь больше нет, ни одного персонажа. Ту же историю с одержимостью лучше носил Андерс из второй части. Абсолютно то же самое было там, одержимым демоном, бла-бла-бла. Но там из него вырывалось и он убивал. Здесь даже убить не захотели. Потому что он лапочка. Спайт, стоп. Ты не берешь Луканас через Иллювиан. Я могу, если ты двигаешься. Так что ты можешь берешь его где? С одной клеев? Или больше? Как ты... Рук? Даш? Вы редко можете кого-то расстроить в игре, кроме парочки глобальных ситуаций с выбором. В целом обычная, конечно, ситуация, когда у нас глобальный выбор интереснее, чем локальный, но так или иначе важнее, на мой взгляд, отыгрыш, который даст мне быть собой в рамках придуманной личности. И опять нашла коса на камень. Злым, агрессивным или аморальным больше быть нельзя. Когда раньше, ну я уже рассказывал, там, может быть, таким мудаком просто. Тёмная фэнтези. Где? Да, мы герои, мы спасаем мир туда-сюда, но путь. Какой будет путь? Что мы сделаем? Ну, помнишь, Балдурс Гейт? Когда каждый раз сидишь и думаешь, а чё ж выбрать? Как же поступить? Потому что настолько там необычные ситуации, которые... Ты не знаешь, во-первых, что они тебе принесут, во-вторых, какую-то выгоду получишь, и что из этого лучше? Потому что серое всё в основном. Бывают и очевидные варианты, но так или иначе, можно было выбирать. А здесь вроде как лидеру, герою, не положено. Вы можете быть только сочувствующим, смешным, прямолинейным и позитивным. Большую часть три варианта из всех. И между ними так мало разницы, что даже очерченные архетипы не поддерживаются порой. Ну, то есть надоедало людям писать специальные диалоги. Пример. Есть типа злой вариант ответа. Написано текстом, что за дубина? Я такой думаю, ну, наконец-то. Насилие сейчас пойдёт, рожи будем бить. А герой произносит, кто это? Без дубины теперь. Собака, понимаешь, растеряла все зубы и даже свистеть не умеет. Так происходит ни раз и ни два. Во всей игре так происходит. Иногда в шуточном варианте даже шутки или сарказма нет. То есть, по сути, у нас около трёх кнопочек продолжить разговор. Потому и собеседники по-особенному не реагируют на, казалось бы, особенные ответы, которые должны что-то отражать. Чаще всего выбирать было не из чего, а значит, скучно. Зачем нам этот выбор вообще дали? И его много очень. Ты круглые сутки тыкаешь, что ты выбираешь. А каждый раз ощущение, что и не было смысла в этом. Даже вот в фиктивном выборе должно быть ощущение, что тебе есть из чего выбрать. Только не в Dragon Age новом. Ну и сами диалоги тоже диснеевские. Ты такая или такой молодец и умничка. Будь собой. Не расстраивайся. Мы всех победим, потому что мы вместе и будем использовать наши сильные стороны и доверять друг другу. Они говорят именно такими фразами, Лев. Они не перефразируют. Они не меняют ничего. Они вот так и написаны. Как будто поучительная история про колобка. Там не знаю. Колобок злая история. Нет, давай что-то более поучительное и менее насильственное. Сядем на своих игрушечных коников и поскачем к светлому будущему после таких воодушевляющих фраз. Это фиксики, еб**ки, я не знаю. Я тупел почти от каждого диалога. Он хотел на команду, которую он мог подчеркнуть. Мы должны быть на этой команде. Попробуйте на наши сильные силы. И подчеркнуть на друг друга. Я думаю, что я могу обеспечить это. На Вейлгар, как у детсадовцев. Впервые, значит, ссорятся два напарника. Я подумал, ух, динамика пошла. Ты их примеряешь, как мамка, словами. А ну-ка, живо помирились? Короче говоря, сценаристы пришли мамы из местных дворов. Каждого есть шанс победить. Каждый молодец. А если кто-то злой, то можно просто ему сказать добрые слова и его не перестанет. Именно так и было. В предыдущих играх была бы, наверное, какая-нибудь словесная дуэль. Потому что, чтобы затащить в койку или вообще как-то положительно, чтобы к тебе относилась Морриган, нужно было очень аккуратно выбирать ответы. Потому что каждый мог привести к ее... Ну, она потому что такая особенная была. И так ухи. Надо было очень аккуратно выбирать. Здесь ничего не нажмите, вообще похи. Слушать это просто невыносимо. А чаще вот как жвачка для мозгов. Что есть, что нет. Такой му-му-му-му-му и протыкиваешь вариант. И слушаешь в голове ноль. Просто вот ноль. И вероятно, писаки всего лишь следовали задумке студии изначальной. Для этой игры. Не зря они визуал перелопатили мультяшный. Так что и остальное должно подходить для 6 плюс аудиторий. А только вдруг неокрепшие мозги начнут детей в жертву приносить. Кровь впускать всем, кто слово в пепперёк скажет. И кшаться с работорговцами. Ну, так же нельзя. Мы же должны хорошему чему-то научить. У нас же телеканал Дисней или там как детский карусель. Они могли бы еще чему-нибудь похуже научить этих детишек. Стать гадкими, саркастичными искателями приключений на свою жопу. Это худшая порода людей. Поэтому Байовар такой, нет, мы не будем выращивать такую аудиторию. Жопа тоже плохое слово. Поэтому потаскушка Изабелла, хоть и маятит где-то на фоне. Во второй части она там такого очевучивала. Но больше не рассказывает о своих разнузданных сексуальных похождениях. Зачем этот персонаж? Теперь совершенно непонятно. Поэтому и кровища нет больше на персонажах после побоищ. Жестокость, это неэтично. Где проявляется 17+, я не знаю. Потому что они даже матерятся два с половиной раза за всю игру. Ровно столько, сколько можно по рейтингу, наверное, 12+. Там же есть ограничения серии кино, что один раз можно матернуться, и тогда тебе рейтинга тут 12+. Больше, тогда уже выше. Тут то же самое. Они как будто такие, о господи, нет, наши герои, они не матерятся, они не злые. Я бы не сказал, что все ужасно прямо-таки. Персонажи бывают милыми. Мы часто с ними проводим время чисто подружески, вне боев и какие-то бытовые ситуации. Я такое очень люблю, когда добавляют. Они разбавляют нам все месиво и постоянный экшен. Их истории даже иногда трогательны. Как раз у Эмерика лучшая драма развернулась. Потому что реально в конце сложный выбор. Что же сделать? Настолько он изменит персонажей и окружающих. У единственного, я бы сказал. И вот вторая половина игры чуть лучше справляется с взаимодействием в команде. Видно, как постепенно они притираются друг к другу. Но конфликты, понимаешь, нужны были. Радужное чаепитие — это не то, чего ждешь от Dragon Age. Была колкая, чуть более взрослая, чем сказка. Ну, то есть она все еще приземлененькая такая. Но все равно колка. Они пытались хоть как-то. Колючки были. А тут пуф, нюансы исчезли за 15 лет. По сравнению с Origins. Там, знаешь, все гладенько, как у пластиковых кукол между ног. Вейлгард просто тык идеологи сердечками, и ты герой-любовник. Никого побеждать не надо. Вот как я про Морриган говорил. Все очень просто и скучно. Не углубляются они ни во что. Даже без сравнений с предыдущими играми. Это очень плохо. Уж тем более сравнивать, если с Baldur's Gate 3, где сопартийцы идут на фарш. Можно обманывать пакости и добиваться цели самыми гнусными способами. В Rock Trader я уж там не говорю. Убиваешь своих напарников собственными руками, если захочешь. Выбираешь какого. Надо выбрать только какого. Здесь они даже уйти не могут. И я видел, наверное, пару случаев, чтобы они как-то неположительно отнеслись к тому, что я сказал. И формально Baldur's Gate даже не темное фэнтези. Но там есть эти вот серые выборы, серая мораль и так далее и тому подобное. То есть это даже не вопрос жанровой принадлежности. Это вопрос подхода, как рассказывать истории. Новая BioWare плохие рассказчики. У них даже причины, чтобы выполнять персональные квесты, как у пятиклашек. Мы не сможем победить богов, пока у вас раздрай в душе. Они так и говорят, Лев, я не преувеличиваю. Я мог перефразировать, но тут даже не надо. Сценаристы, наверное, аж потели от такой тяжелой мыслительной гимнастики. Или слюни пускали, когда писали. Еще один пример. Они что-то задумали, первый персонаж говорит. Второй. Надо узнать, что они задумали. Мы уже с тобой давным-давно обсуждаем эту тему, что потеряли острость, нету нормальной мотивации в персоналах. Как будто всегда пишут сценаристы то, что они схватывали из нормальных произведений, да, вот из нормальных произведений с глубиной. Они вот эту поверхность схватили из них, и они ее переначили, рассказали. И оно получилось поверхность неповерхности. Это называется клише, Лев. И нормальные авторы избегают клише, если могут, конечно. Если они хорошие авторы, но они не хорошие авторы. И опять же, ты вот говоришь, мы часто это вспоминаем, потому что обычно мы вспоминаем, когда говорим о корпоративных играх. А когда говорим про хорошие, Балдурсгейк, Киберпанк и прочие штуки, там нормально. Понимаешь, то есть есть все еще, но просто корпоративная среда, она боится, судя по всему, боится хоть какие-то острые темы в современной политической обстановке поднимать, кроме как положительные для интернета очевидные. Да, там вот небинарная дамочка, окей, это классно, потому что у нас вообще-то положено, и это всем понравится. Интернет растащит с одной стороны, ну в общем в обе стороны растащит, на самом деле. Одна половина кричит, насколько это говно, другая кричит, насколько это хорошо. Ну так или иначе. Есть способы, есть примеры, и примеры вне корпорации опять же. Ларина, CD Projekt'ы, которые сами себе корпорации. Можно часы и часы потратить на примеры с тупейшими диалогами, разжевыванием очевидного и проговариванием, что ж мы там сейчас увидели, о чем поговорили и к чему это все приведет. У нас буквально между актами, или там между сюжетными кусками, персонажи собираются и как в мультсериалах проговаривают, что ж с ними за это время произошло, и что им делать. Ну тупые! Ну тупые! Вы может не знали, но когда-то четвертый Dragon Age планировали сделать игрой с сервисом. Внезапно это ей пошло на пользу, потому что геймплей лучшее, что есть в Вейлгард, ну возможно после Грати. И впечатление от него сильно зависит от выбранного класса, и я расскажу лишь про воина. За него получается очень даже сносный экшен, близкий к слэшерам, потому что много кнопок, всяких приемов и так далее. У нас два набора оружия, между которыми можно быстро переключаться, парирование, блок, идеальные перекаты, комбинации, даже бросаться щитом, как Капитан Америка можно. Всегда это по умолчанию есть у воина. По ходу прокачки появляются новые способности, новые приемы, вроде пробрасывания щита несколько раз, если нажимаешь вовремя кнопку. Заряжать в обеатайке можно, комбинации есть, как и ульта, накапливаемая, конечно же, простыми атаками. Шкала ошеломления заполняется, добивание есть, когда переливается вот эта шкала через край. Столько всего! И во второй половине очень бодро приходится кататься Тауэшек и многообразие всяких врагов раз. Движуха нормальная. А Билок с собой тащим аж 4 штуки на героя и 3 на каждого из двух напарников. Раньше, конечно, в Dragon Age были вот такие вот телеги. За магичку, когда играешь, у тебя несколько рядов спеллов и выбирай какой хочешь. Сейчас, конечно, 3-4 у персонажей. Значительно меньше, но так или иначе для экшена нормально. Сами напарники здесь как в Масс Эффекте. Бегают за тобой и сами действуют, ты лишь указываешь, куда и чем кастануть. Ну и направить нападать на конкретные цели можно, но как-то необязательно. Я почти не делал этого. Даже сдохнуть не могут, опять же. Вы же не хотите, чтобы герои проигрывали. Не хотите, чтобы напарники умирали. Жалко же. И переключаться между ними мы тоже не можем. Некоторые виды спеллов сочетаются друг с другом в копный биг-бадабум. Такие штучки подсвечиваются, чтобы не запутаться. Мозг сломаешь две применения... Ну тоже. Диснеевсность. Диснейчность. Мне лично все это напомнило улучшенную версию боевки Marvel Avengers. Когда ты почти сразу и Тор, потому что молотом орудуешь, и Капитан Америка, потому что щит, и иногда Халк, потому что бум. И вообще в игре чувствуется некоторая ММО-шность. Даже если так, получилось в целом все равно удачно. Хоть что-то. Ну 10 лет потратили, как бы. Доложные, блин. До поры до времени, как всегда, к середине игры тактика перестает меняться. Дальних ребят и с магическими барьерами лупишь дальнобойной атакой, то есть щитом. Началом с броней заряжаешь тяжеляк. Спеллы, ну тут кому как. Так, зачастую тащи с собой парочку, которая и хилить может, и тот самый комбо-взрыв может устраивать. Он самый эффективный. Либо комбо, либо, не знаю, зачем все остальное. Там есть некоторые хорошие штуки, типа заморозка по площади, мне она понравилась, и я ее все-таки пытался юзать. Но по факту, вот чисто игромеханически, как это говорят, комбо самое крутое. Но она одинаковая, поэтому я ее перестал использовать, скучновато просто. Ты комбу можешь часто использовать, что ли? Да! Как откатывается спелла у обоих, кто делает комбу, так и делаешь комбу. Комба, 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 и все. На самом деле так и надо играть. Но было скучно, поэтому я перестал. Ну и, конечно же, у нас тут куча всяких статусов. Их нужно побольше на одного врага повесить, тогда будет помирать сильнее. Ну, в общем, в зависимости все это от билда. У напарников, конечно, не разбежишься. Прокачку очень ограничено, а вот у вас это ебаный лабиринт из типичных плюсиков с мелкими процентиками. Приемы замешаны туда и обилки. Разобраться, где что, почему-то сделали сложно. Зачем? Хотя можно было полосочки, ну как всегда. А здесь выглядит как будто Path of Exile какой-нибудь. Наверное, скопировали оттуда. Там же просто это бесконечное дерево во все стороны, которое можно прокачивать. Ага, Путинг такая. Зачем? Это был перебор, потому что вычленять, где там у тебя обилка находится, где способность. Они же по-разному отмечены и не вот так вот очевидным образом, чтобы прям бросил взгляд. Понял. Премудрили. Там, где не стоило мудрить. Ну, ладно. Справиться все равно можно. Неочевидно на первый взгляд. У обилок есть лишь одна проблема. Это просто активация больного удара. То есть это очень бесхитростно. Я даже в середине игры перекачался полностью в другую сторону. В некромантию. Это благо все бесплатно и так далее, тому подобное. Спасибо на этом. И не почувствовал особой разницы. Разве что некромантические штуки жизнь высасывают. А так все равно продавливай рандомно одну из трех доступных, самых важных. Четвертая такая, бонусная скорее. И ваши бьются слова. Просто одни бьют по цели, другие по области. Ну, есть еще иногда защитные. Но, опять же, билд, билд, какой вы собрали, очень важно. Все не перепробуешь. Но возвращаешься все равно к одному и тому же. Когда у тебя парочка таких и один по площади. Ну, и четвертая это руна. Она чуть похитрее. Там бафы в основном. Ну, и тоже подбираются по ситуации. Вторая половина игры приносит и другие проблемы. Разрабы успели сделать довольно ограниченное количество видов врагов. Как в таких обычных ситуациях поступают? Начинают сыпать их больше. Как можно больше под конец. Три огра могут по очереди прыгать на тебя. И когда прыгают, они бьют по площади. И потом еще и сами по себе лопаются ОЕшкой регулярно. Около них находиться нельзя. Тебе надо их бить. Потому что я воин. Я ковыряю рученьками. И ты просто только успеваешь кататься. Иногда слишком много кататься и слишком мало бить. Это никому не нравится никогда, кроме Dark Souls. Но там, опять же, как-то разумные пределы имеют. Зачастую. А здесь иногда нет. А там слишком много стрелков, потому что вокруг тебя тоже катаешься. Все это разом может происходить. И от того и от другого. Это все же редко, но иногда переходят просто все границы. Перекат-парад я только в сосаликах. Люблю, как я уже говорил. Здесь это имеет меньше смысла. На мой взгляд. Ведь там и эффектов достаточные на экране образуются. Не видно, когда контрить и можно ли. Потому что когда контришь в сполохе разных цветов. Желтая или красная. Под конец это все случается разом с тобой. Все враги разом. Ты не понимаешь, желтая там или красная. Появилась она вообще или нет? С врагами они вообще частенько халтурили. Тут и так с разнообразием, честно говоря, не разбежишься. Так еще и у совсем разных особей бывают полностью идентичные ему сеты. Слева удар, значит, делает чел, справа и замах по дуге. Так делают огры и ромбики с ножками. Одинаковые удары. Босс огр повторяет за крылатой тварью последовательность. Близи бьет четко, потом исчезает и издалека шлюпнется на землю сплэшем, а потом зигзагами на тебя набегает. А потом издалека бросается. С мелкими вариациями не так всю битву и один и другой. Настолько одинаково, что они стыдно, наверное, для большой игры. Небольшим сюрпризом стало отсутствие открытого мира. Локации в Вейлгард формально большие, но бегаем по строгим тропкам. Если сверху смотреть, то это считай как в Ориджинс или во второй. За исключением, что путь экшеновее. Чтобы было не скучно передвигаться. То есть мы постоянно прыгаем где-то, овраги по упавшим деревьям пересекаем, по лестницам лезем, уступы, мостики. Все, что только можешь представить себе, как в Кадуфор, предположим. Где ты не просто по тропинке бежишь вперед, а что ты всегда там открываешь, кнопочки нажимаешь, все происходит. Разнообразное окружение мимо пролетает, очень красиво. Есть такое небольшое ощущение путешествия. Некоторые рассказывают про загадки, но тут как и с выбором. Чаще надо в двух шагах от закрытых дверей найти штуку и дотащить ее до дверей. Это буквально закрыто. О, взял. Такое не называют загадками. А когда они действительно появляются, то опять слюни текут от черепных шевелений. Че же придумать? Повторить символы. Три штуки выбрать надо. Время на тебе во втором. Мы что-то не смогли с тобой решить головоломку одну. Там загадка. Там была реально загадка. А это нет. Когда подобные загадки решаешь, Байвар таки, умничка, ты у нас отважный маленький воин и победитель сложных загадок. Держи леденец для особенных. Особенных. Что это самое сложное, которое ты боролась? В старом Эльвине арморке. У меня были книги на тейлах. Наверное, должен написать имя бога или что-то. Наверное. Я не читаю Эльвина. Убил леденки на стене и спрошил. По бочке, кроме истории напарников, чё-то такие. Обычно про убей их всех. То есть там даже истории зачастую нет каких-то интересных. Они просто, ну у нас там кто-то завёлся, надо бы ему навалять. Приходишь, навалял, а потом тебе говорят, открой дверку, там демон. Но чтобы открыть дверку, нужно навалять ещё двум большим чувакам. И в итоге, видимо, приведёт к третьему. Демон. Потрясающе. Я таких много не выполнял, ну их нахрен. За, там, сорок с чем-то часов или около того, и так я наубивался, насобирался всего. Больше не хотелось, поэтому нахрен такие дополнительные задания. Один из главных плюсов игры, как это часто бывает в последнее время, граевка. Пышные леса, многолюдные города. Тревиза и Минратос, полные противоположности, как им и полагается, как по атмосфере, так и по архитектуре. Пейзажи порой просто великолепные, художники и дизайнеры достойны похвалы. Я каждый раз в последний год, наверное, два, рассказываю про то, как и в Юбисофт такие классные ребята делают окружение. Хотя игра говно. Что эти, Байвер, неожиданно научились делать окружение, хотя в Origins это серо-коричневое говнище было. А тут прямо поработать костюмы какие классные и неординарные порой. Магия СНФ одна, чего стоит со своей вот этой неожиданной шляпкой квадратной. В бою не придерешься к визуалу, анимации, эффекты, волосы, лев, сделаны лучше, чем где бы то ни было. Они такие роскошные, прически возбуждающие, я бы сказал. Не знаю, какое другое слово подобрать, потому что они такие классные, правильно качаются и все вот это происходит. Великолепно. Техническое состояние реально поразительное. Настолько плавно и четко все работает, на ПК даже. Я считаю, большие студии должны всегда выпускать свои игры на таком уровне, минимум. А на самом деле еще лучше. И представь себе это Фростбайт, который еще 10 лет назад брыкался, как бешеный бык. И все ругались, говорят, как на нем хоть что-то сделать? Инквизицию еле слепили, потому что он не подходил для РПГ. Она до сих пор на ПК косячная. Несмотря на мощность и прочее, она как-то кривая, дерганая, и все было плохо. Бейлгард своего рода шедевр. Раз ничего не подглючивает и не подгружается на наши глаза. А потом, лев, показывают мультяшные лица. И совершенно ебаный дизайн монстра. Портит картинку, я считаю, только они. Еще и мимика, правда, слабая. Эмоций мало, двигается зачастую только нижняя часть лица. И это что-то стыдновато. Ну, это проблема, мне кажется, всех РПГшек, потому что ты просто не сможешь сделать до хрена мимики для каждого персонажа. Многих, да, в том числе. Но в Baldur's Gate 3... Ну, возьми свой Baldur's Gate и женись на нем, чувак. Практически. Не, ну, на самом деле там тоже не идеально, но и студия, знаешь. Не от издателя, который входит в топ-5. Или в топ-10, я не знаю, там сейчас как. Кунари испугающих до истерик мясных гор дошли до очередных людей, но с рогами. Так перелопатили дизайн. Нелепыми стали и огры. Только вот посмотрите на них в Origins и то, что сейчас. Будто пересели с анаболиков на наркоту и бреются теперь наждачкой. Они посмешище ли. Может быть, это как раз из-за того, что давняя его разработка, но Overwatch очень сильно положил, ну, то есть, арт для многих, короче говоря, этих произведений будущих. Потому что им очень хорошо удалось сделать разнообразных крутых персонажей, которые приятно смотреть. Это Близзарды, в принципе. Да, да. Потому что у Близзардов арт-команда тоже отличная. Но понимаешь, опять же, вопрос уместности. Потому что у нас была около реалистичная RPG Dragon Age. А вдруг почему-то превратили в мультяшную. Когда даже дизайн монстров пришлось перелопатить и сделать из них совершенно что-то другое. Вопрос всегда уместности. Не надо было называть Dragon Age. Нужно было создать новую RPG. Конечно, нам дали понять изначально, что это совершенно другая игра, когда показывали первые ролики. И все, кто хотел играть в Dragon Age как раньше, должны были понять, что нет. Это как с фулл-аутами была история. Первые три там, условно говоря, два по сути. И потом был от Бефезды. Который сначала был мрачный, потом уже совершенно другой. Теперь тоже цветастый, яркий. И про веселье в пустоши. Ха-ха. Хи-хи. И прочее. Диснеевсность, опять же. Ну там еще как работало, на мой взгляд. А здесь настолько кардинально. Настолько оно без какого-то плавного хотя бы перехода. Или вообще перехода. Сделали полную противоположность той игре, которая была. Настолько. Зачем? Ну, я не ожидал, чтобы бороться с огурой сегодня. И опять же, я не ожидал, чтобы узнать, что мои боги рампажатся вокруг и пытаются уничтожить мир. Просто один из этих дней. Что там с нашей любимой повесткой? На самом деле, не больше, чем Рейджи в играх Байовар. Они давно практикуют. С первого Драгон Эйджа и прочих. В общем, давно. Наверное, даже не с первого Драгон Эйджа я не вспомню. Все там уже было навалом этого. Не переживайте, здесь не было. И вроде как не новость, что каждый тут в сексуальном плане воюет во все стороны. Новым веянием моды стала не бинарная Таш. И она нормальная, понимаешь? Тему, как всегда, раздули просто потому, что это модно. Модно и у тех, у других. А на самом деле, она просто ребенок, знаешь, такой подросток. Живет с мамкой, которая ее утащила подальше от строгих кунари. На местных тоже она не похожа. И она не находит себе места. И потому, наверное, в том числе не чувствует себя женщиной. Да и мужчине тоже, как оказалось, противоречивость, что она не принадлежит ни одному миру, ни другому. Нормально. Это все, как бы, часть бунтарства. Да, не буду слушаться мамку, перестану чистить зубы. А еще, а еще буду называть себя они. Ну, вроде как, на мой взгляд, дурью мается. Такой типичный подростковый бунт. Как и готическая фаза в двухтысячных у многих. И фразочки типа «Весь мир это боль!» И челка так назад. Та самая компашка нефоров в Саус-Парке. Мне племянница-то тебя нефоршей называет. Она такая смешная, игрушечная и няшная. Что ж, смешно. Ходит в своих оверсайз лохмотьях. Насупилась такая и фоткается. И я ей говорю, ну, ты хотя бы на фонарный столб залезь и там сфоткайся. Вот это по-нефорски. Вот это натурально круто. Ну, то есть я плохой дядя подначиваю бедного ребенка. Ну, знаешь, это прям похоже на ситуацию с Вейлгардом, видимо. То есть это разница между нашим Драгонейджем и их Драгонейджем. Между нашей нефорскостью и их. Они шмотки напялили просто темные с какими-то штуками. Ну, в общем, пусть себя называют хоть царицей савской. Как говорили раньше, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. И на самом деле небинарности посвящено очень мало времени. Я ожидал большего. То есть Dustborn by Where Me переплюнули. Слабаки, я считаю. Но я немножко перепугался за свои традиционные ценности, когда случайно разок Таша сердечко поставила. И она такая сразу, оп, на меня накинулась. Как футболист такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если начинать сравнивать с предыдущими Драгонейджами или, не дай бог, с Ориджинс, то вот от злости можно, ну, наверное, просто не играть в Элгар. Той игры уже два раза, как нет. Это третий. Как с Fallout. А люди почему-то до сих пор продолжают нудеть. Забыли, ребят. Забыли про эту серию, если вам она когда-то нравилась. Я вам советую Rock Trader, Pathfinder, Baldur's Gate 3. Но если со стороны прийти и смотреть на Вейлгард, как на подростковое фэнтези, то норм. Последние часы такие напряжённые, эпичные, там очень классно. Да и по ходу дела постановка неплохая. Всё чинно, мирно, красиво опять же, геймплеи очень достойные, я считаю. Тактики, правда, никакой. Разнообразие помогла бы возможность переключаться между сопартийцами, как в Final Fantasy 7 ремейков. И в коопе, наверное, неплохо бы игралось. Раскрылась ещё сильнее боёвка бы. На это и был расчёт изначально, скорее всего, потому что играя сервис не может без этого. Но даже так мне, в принципе, играть нравилось. Как экшн. От РПГ не осталось там и следа. Чуть больше, наверное, чем в последних Годов Вор, которое, естественно, не оно. Вейлгард чуть больше даёт в плане взаимодействия с людьми. И, в общем, это типа качественный продукт для непритязательного. Или основа для чего-то большего. Однако, я круглые суки толдычу. Что качество? Вопрос сложный. Мы ж не на заводе. Железные болванки по ГОСТу оцениваем. Ровно, неровно. Здесь это не так важно. Косые игры я люблю, но интересные. Я смотрю чаще на оригинальность, виртуозность, некую абстрактную интересность и душу. И по этим критериям скорее нет. И они ведь даже на лор мира не скупятся. Обильно рассказывают, описывают. Только оно всё безжизненное. Вымученное. Одна из тех игр, что не имеет значения вообще. Ничего не потеряете и вряд ли много приобретёте. Забить свободное время, ну, может, за полцены пойдёт. Как Hogwarts Legacy. Вроде как бы, ну, что-то в ней есть. Вроде как для фанатов они посмотрят на этот Hogwarts сам. А всё, что в ней, там такое уныние и скупка. То есть какая-то основа есть. А вот чтобы это превратилось в действительно достойную игру, которую можно посоветовать всем, сказать, играйте, конечно же. Не получилось. И это хреновенький результат для именитой студии. Потому что Baldur's Gate 1.2. Потом у нас, как минимум, Dragon Age, Mass Effect. Можно вспомнить Neverwinter Nights первый, кому-то он нравится. Jade Empire. Много колоритных, классных, необычных проектов. И всё это было подряд. Не все были успешны, но это не важно. Главное, что они делали интересные игры. Сейчас в Vailguard я не могу назвать интересную игру. А, нормально. Нужна вам нормальная игра? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова